Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко. И сегодня у нас будет обзор, мое мнение, впечатление, точнее впечатление и опыту использования камеры Panasonic HC-V770 на протяжении полутора лет. То есть прошло с момента покупки и использования полтора года данной камеры. Я отмечу все плюсы, все минусы, особенности данной камеры, комплект, что я покупал к ней, что я рекомендую покупать к данной камере, а также выводы и итоги, что нравится, что не нравится, конкуренты и почему я покупал именно данную камеру. Так что если данное видео вам интересно, либо актуально для вас, оставайтесь с нами и смотрите далее. Итак, данное видео будет достаточно длинным, поэтому ставьте на паузу, усаживайтесь поудобнее, готовьте себе чаек, печеньки и смотрите полный, так скажем, обзор, мнение мое и впечатление от использования. Опять-таки отмечу, это будет мое субъективное мнение. Камеру покупал я за свои деньги, мне никто ничего не присылал, все оплачивал я сам, пользовался достаточно долго, уже полтора года данной камерой, поэтому есть кое-какое впечатление, есть выводы, есть опыт использования. Итак, давайте переходить к данной камере. Первое, почему я купил именно данную камеру? Купил я в 2016 году ее, в середине 2016 года, сейчас уже конец 2017 года, и на тот момент, да и на данный момент, на конец 2017 года, в данной камере конкурентов практически нет, особенно с таким набором функционала и цены. Конкуренты есть в лице Sony, если это Panasonic V770, то есть еще аналогичный Panasonic V760 без функции Wi-Fi, то есть с помощью Wi-Fi в данной камере можно подключаться и управлять телефоном, то 760 нет. Разница там была где-то 800 или 1000 гривен, если в долларах, то это где-то около 30 баксов была разница. Разница несущественная, поэтому я купил 770, чтобы может иногда попробовать или может быть постоянно буду использовать с смартфоном данную камеру. В лице конкурентов я только смог отметить такие камеры, как Sony CX или SX620-625. Там есть некоторые свои плюсы и некоторые минусы, но они дороже в цене, это однозначно, там на 70-100 долларов. Ну и на этом мы остановимся, конечно же, подробнее, уже когда будем рассматривать конкурентов данной камеры. А сейчас мы посмотрим упаковку, комплект поставки, общие функционалы, плюсы и минусы, как я сказал, и особенности данной камеры. На момент покупки данная камера стоила где-то 430 долларов, и цена ее колеблется от 400 до 450. Спустя полтора года цена немножко упала на нее, но несущественно, поэтому кто хотел купить еще что-то подобное, можно. Итак, сразу скажу, может кому не терпится, может кому что хотелось больше узнать об этой камере, но не просматривать полное видео. Скажу так, за свои деньги камера вполне достойная, вполне адекватная и справляется с множеством задач, поставленных для нее. То есть вполне подойдет для таких обзоров, как у меня, для любительской съемки, возможно, в некоторой степи там полупрофессиональной съемки, она в принципе подойдет. Для домашнего использования, то есть включил и начал снимать, вполне-вполне подойдет. Так что если хотите знать сразу мое мнение, я скажу, берите и не заморачивайтесь. Дальше, подробнее. Камера поставляется в такой вот коробке. Сразу у нас модель, ее основные характеристики. Камера снимает в Full HD 50 кадров в секунду. Также она может снимать 60 кадров в секунду, но это все дополнительно я вам расскажу, и об этом будет отдельный ролик. Как перевести камеру с 50 кадров в секунду в 60, то есть из PAL-режима в NTFS. Дальше, камера имеет разрешение 6 мегапикселей, 50-кратный зум, двойная камера, то есть можно управлять со смартфоном, сразу писать и на смартфон, и на камеру Panasonic. Есть HDR-видео. Дальше у нас перечислены те аксессуары, которые можно использовать к данной камере. Скажу сразу, я в быстром доступе, в принципе, не нашел ничего из этого, хотя нужна была, к примеру, бленда, аккумулятор. Аккумуляторы, конечно, можно найти, но стоят они очень дорого. Зарядное устройство дополнительно, оригинальное тоже стоит очень дорого. Поэтому я вам расскажу, где что можно взять дешевле, и как это, так скажем, обустроить, как пользоваться. Дальше, здесь краткие технические характеристики, информация о камере. Если хотите, ставьте на паузу и рассматривайте далее. Ну и здесь там серийные номера, не знаю, кому-то нужны, не нужны будут. Камера покупалась в официальном представительстве, ну то есть в официальных магазинах, с официальной гарантией. Гарантия там, если я не ошибаюсь, два года Panasonic дает на видеокамеры, и три года на фотокамеры, по-моему, так. Да, и сейчас, вот сейчас я снимаю также на фотокамеру Panasonic G80. То есть на смену данной V770 пришла Panasonic G80. То есть большим возможностями, ну я бы сказал, творческой съемки и присутствием 4K. То есть я эту камеру не выбрасываю, не продаю, она у меня остается, потому что иногда бывают такие моменты, когда нужно снимать на данную камеру, или вот эта вот камера не все может, как эта, или же наоборот просто, чтобы две камеры было, и они взаимозаменяемы. Далее, в комплекте в поставку входит у нас кабель HDMI, точнее HDMI на телевизор, и внутри у нас micro HDMI или micro USB, я не помню точно идет, micro USB. Вот такой вот кабель еще USB, micro USB для подключения камеры, к ПК, синхронизации и прочее прочее. И здесь бумаги, инструкции и гарантийный талон. Итак, смотрите, здесь инструкция краткая, инструкция идет 770, 760 и 970 и 870. Сразу идет на 4 камеры, поэтому некоторые функционалы могут быть идентичны или отличаться. Также есть полноценная инструкция веб, то есть заходите на официальный сайт Panasonic, скачиваете и рассматриваете. Там инструкция, ну, насколько обширная, что просто весь функционал камеры расписан, можете смотреть, интересно, я думаю, будет многим. Дальше. В комплекте идет вот такой блок питания для зарядки. Технические характеристики данного блока питания 5 вольт, 1,8 ампер. Скажу так, это обычный USB блок питания. Можете использовать любой нормальный, адекватный блок питания для, то есть смартфона вашего. Желательно, чтобы он был 2 амперный, ну, не менее чем 1,5 ампера. Лучше всего 2 амперный блок питания и заряжать данную камеру. Я, в принципе, использую, вот этот так и лежит в комплекте, я пару раз его использовал, а пользуюсь обычной зарядкой для телефона, то есть потому что она всегда есть и всегда можно зарядить. Дальше. В комплекте, смотрите, идет вот такая лапка, адаптер шоя для подключения горячего башмака. К примеру, как вы видите, изначально здесь некуда установить, к примеру, дополнительный свет, микрофон дополнительный некуда, но с помощью вот такого адаптера можно установить. И установили, и он крепко сидит здесь. Дальше. Батарея. Батарея здесь идет, ну, такая вот небольшая, по характеристикам, кому интересно, вот смотрите, 7-ваттная, 3,6 вольт, 1940 мАч. Данной батареи хватает где-то ориентировочно на 2 часа съемки видео, 1,5-2,10. Вот это возможности данной батареи. По батареям, как я и сказал, я покупал уже более дешевые батареи и относительно хорошие, даже не относительно хорошие, усиленные. Потом расскажу дальше где. И кабель питания. Кабель питания, как видите, здесь USB, который идет в USB блок, и здесь пальчиковый выход, 4-х миллиметровый, если я не ошибаюсь, идет в саму камеру. Длина шнура 1 метр. По комплекту поставки это в принципе все. Это стандартный комплект. Дополнительно больше к этой камере ничего не идет. Теперь по самой камере. Как мы видим, внешне как выглядит сама камера. Здесь у нас сразу встречает надпись Panasonic, Full HD, модель, возможность съемки Wi-Fi, колесо прокрутки, гибрид iOS, OIS, это стабилизация, а также 50-кратный интеллектуальный зум. Итак, смотрите, по элементам управления, по всему. Сейчас мы пройдемся. Вверху, на верхней панели у нас расположен микрофон. Это стерео и даже 5,1 микрофон с ветрозащитой. Скажу сразу, звук пишет, он в принципе неплохо, но можно было и лучше. То есть, ветрозащита вполне адекватная, но голос пишет не всегда идеально. Хотелось бы, иногда хотелось бы лучше. Например, моя предыдущая камера, старенькая Sony, с голосом справлялась лучше. При том, что у нее было 2 динамика и были они расположены вот здесь. Итак, дальше у нас идет качелька зуммирования, то есть, больше-меньше и кнопка фото. На правой грани у нас расположен адаптер для подключения питания. И да, камеру все-таки можно, если вы поняли, если там есть USB-разъем, то точно так же можно подключать либо же в любой USB-зарядное устройство, либо же можно подключать в Powerbank. Об этом еще немножко дальше я покажу. Еще из разъемов здесь присутствует для подключения наушников, для более уверенного контроля звука при записи видео. На нижней стороне что мы видим? Здесь площадочка для того, чтобы закрепить на штатив и для того, чтобы на штативе, может, вы видели, такой вот выступает еще как гвоздик или как оно. Точно я вам сейчас не скажу, не знаю, как правильно называется. То есть, чтобы помимо резьбы зафиксировать и фиксируем вот этим гвоздиком или защелочкой, чтобы камера не крутилась. Но это больше применимо к большим камерам, где можно просто-напросто легко зацепить и задеть или она может съезжать. Но для такой камеры это не сильно применимо. Здесь также расположено слот для карт памяти, который защелкивается и рычажок для съемки аккумуляторов. есть характеристики также некоторые по камере. Если кто хочет, посмотрите, оставьте на паузу. Далее, на тыльной стороне, ну да, ремешок, ремешок, кстати, он меняется, выглядит, конечно, хлипко, но за полтора года, как вы видите, в принципе, нормально. И частенько я все-таки брал с собой камеру. В руке, я так скажу, лежит она вполне нормально. Все пальцы ложатся туда, куда нужно. То есть, большой палец на кнопку записи и маленький палец, точнее, указательный палец на клавишу зуммирования. Дальше, по внешнему виду и разъемам на левой грани у нас только функциональное колесо. С помощью функционального колеса мы можем менять режимы и изменять настройки. Оно крутится вверх-вниз и также нажимается. То есть, аналог колесика на мыши вашей. Далее, мы открываем саму камеру и здесь у нас обилие кнопок и подключение портов. Итак, надписи, то, что поддерживает карту SDXC, AVC HD прогрессив развертка, адаптер шуя, как я вам показывал, зажимаем и вытаскиваем адаптер или же просто вставляем. Дальше, кнопки, то есть, кнопка просмотров, переход в режим просмотра и переход в режим записи. Кнопка выравнивания горизонта, есть несколько режимов, то есть, если вы немного там камерой заваливаете горизонт, она старается выровнять. Если вы немного, только немного заваливаете там не на градусов девяносто, конечно, завал идет, то она выравнивает. Кстати, при максимальном выравнивании кадр немножко срезается, то есть, угол зрения немножко меняется. При минимальном выравнивании ничего не изменяется. Кнопка Wi-Fi для подключения устройств, таких как смартфоны и управление и кнопка питания. Данную камеру можно включать как кнопкой питания, так и просто открытием, закрытием данной крышки. Далее, USB-разъем для подключения камеры к ПК, для синхронизации, для того, чтобы сбросить с нее видеоролики, HDMI, micro-HDMI, для подключения на КТВ, AV-выход, то есть, выход по типу аналогового тюльпанов и подключение микрофона. Дальше, смотрите, как я и сказал, по включению можно включать вот таким вот образом, я практически всегда использую включение таким образом, потому что за день я могу ну или за одну съемку вот так вот открывать крышку очень часто, чтобы камера не дергалась туда-сюда, я просто-напросто выключаю данной кнопкой. Так мне более удобно, как будет вам удобно, я не знаю, можно и просто-напросто открытием крышки вот выключили, включили. Итак, и рассмотрим еще переднюю часть. Здесь у меня я отдельно покупал еще светофильтр, накрутил его и вам точно так же рекомендую. Зачем это? Во-первых, защищает от попадания пыли и грязи внутрь. Ну, помимо этого, здесь есть еще электронная шторка автоматическая, которая камера открывает и закрывает при включении и выключении, но еще и вот такой светофильтр. Он защищает от механических повреждений, это раз, первым делом будет биться либо же стекло, либо вот этот металлический ободок, ну, а потом уже будет доходить до вашей линзы, до шторок. Хорошо защищает от пыли. Сейчас пыль протерли, и все, накручивается легко, диаметр резьбы 49 миллиметров, и покупался на Алиэкспресс стоимостью где-то около двух долларов. Все ссылки на дополнительные аксессуары я оставлю в описании под видео, если я что-то забыл, вы обязательно об этом напоминайте, я добавлю, если что. также, как видите, характеристики, если вам интересны по самому объективу, 29,5 миллиметров вайт скрин, вайт, то есть широкий угол, оптический зум и 49 миллиметров, это, как я и сказал, вот, диаметр данного, а также диафрагма по данной камере от 1,8 до 4, до 4, то есть диафрагма данной камеры, и также еще присутствует подсветка, по подсветке такой вот нюанс, она дает мало чего, но опять-таки для домашнего использования будет более чем, либо же если нет никакого уже выхода, использовать можно, я ею пользовался практически раз там 5 за все время, и то для того, чтобы понять, как она работает и насколько она полезна, скажу так, если будете использовать данный фильтр, подсветкой пользоваться будет невозможно, невозможно почему, потому что идут постоянные зайчики от самого фильтра, то есть я фильтром пользуюсь, подсветкой никогда практически не пользуюсь, я снимаю либо в нормальном освещении, то есть вот как сейчас у меня есть дополнительное освещение, либо же я снимаю, если на улице, то я снимаю днем, ночью я практически не снимаю, для ночной съемки она слабо пригодна, ну, какие большинство камер, кроме специализированных, хотя, в принципе, с ручными настройками, здесь есть ручные настройки, можно подшаманить, дальше, давайте теперь пройдемся, наверное, по функционалу данной камеры, да, и вот я вам сейчас покажу при открытии, как работают шторки, шторка электронная автоматическая, включаем, шторка открылась, выключаем, шторка закрылась, включаем, ну, и зум, к примеру, вот как работает зум, так, я скажу сразу, по примерам видео, я не знаю, если найду, я буду вставлять по ходу в сам, в данный видеоролик, если не найду, достаточно много примеров видеороликов с данной камеры, а также множество предыдущих моих видеороликов были отсняты на данную камеру, давайте посмотрим, какие режимы записи данной камеры все-таки же бывают, ну, или используются в данной камере, так, я изначально на экран наклеил защитную пленку, пленка обычная, универсальная, можете купить в любом магазине, где продаются мобильные телефоны, аксессуары, к ним покупайте самую обычную пленку, клеите, вот таким вот образом она выглядит, универсальная, обрезаете и приклеиваете, экран всегда остается в идеальном состоянии, и также хочу обратить внимание, что экран в данной камере является резистивным, то есть он реагирует на нажатие, реагирует лучше всего нажимать чем-то по типу стилуса, ногтя, ручки, ну вот такой вот палец распознает, ну слабо распознается, но распознается, поэтому лучше вот таким вот образом, больше как ногтя, больших усилий прилагать не надо, те, кто застали резистивные экраны в смартфонах, те поймут, что это и для чего, ну и здесь не стекло используется, а какое-то еще там защитное покрытие, которое больше изнашивается, чем нынешние стекла на смартфонах, поэтому пленку лучше всего конечно приклеить, если вы бережете ваше устройство и переживаете за это. Итак, по режимам смотрим, нажимаем вот этот вот угол и смотрим какие есть режимы. IA это автоматически, полностью автоматически, вы ничего не контролируете, вот он минимум настроек, смотрим, здесь вот этими вот стрелочками мы можем перебирать, что у нас есть из настроек, но это выведены для быстрого доступа, там стабилизация, записи, то есть в данном режиме у нас ничего особо мы менять не можем. Следующий режим это режим IA+. Что это означает? Это интеллектуальный режим здесь помимо того, что он автоматический мы еще можем вносить разные изменения по камере, то есть по настройкам. Опять-таки листаем сюда что мы здесь можем? Мы здесь можем цвет добавить красного либо добавить синего, то есть либо теплые тона либо холодные. Вот как мы видим сейчас на белом будет тяжело понять, но он становится более таким вот розовым я бы сказал более режим и ставим по центру оно становится более холодным. Также можно поправить экспозицию делаем либо светлей либо темней. Это основные параметры которые можно изменять все остальное так как и в полностью автоматическом режиме. Далее творческий режим мы немножко упустим его чуть-чуть позже вернемся к нему. HDR режим это режим более так скажем повышенного динамического диапазона. То есть по примеру вы снимаете в кадре где находится яркое небо и темное человеческое лицо. Вот камера повышает контраст и делает небо не таким ярким а старается оставить детали и высветлить ваше лицо. Ну по примеру можно использовать как вы стоите снимаете сами себя напротив окна. Скажу так данным режимом я практически не пользуюсь. Если для домашнего использования вполне пригодно но как по мне немножко все-таки теряется качество видео теряется резкость поэтому пользоваться ну как на любителя я так скажу. Здесь настроек здесь настроек множество уже больше к мануальному режиму ручному все то есть можно настроить фокус настраивать баланс белого можно ну и дополнительные настройки те которые присутствуют и в других режимах следующие сцены здесь вполне адекватная я думаю те кто уже пользовался камерами или фотоаппаратами всегда есть сценические то есть спорт портрет мягкий оттенок там фейерверк снег и прочие те которые больше подходят под вашу ситуацию то есть здесь перебирали кому что интересно и также смотреть есть буковка и и можем нажать режим съемки размытие фона и фокусировка на объекте ну вот походу с такой матрицей конечно как здесь и такими линзами сильно не размоешь задний план ну максимально наближено будет к режимам съемки по типу портретного боке то есть передний план четкий задний размыт все это вы сможете и вручном и точно так же по всем параметрам это один из больших плюсов то есть нажимаем буковку i и это не только в режимах съемки а и в режимах в настройках можно посмотреть что обозначает тот или иной пункт то есть электронная инструкция присутствует в данной камере ну не в полной мере конечно но частично есть для того чтобы вы могли понять что к чему и как так дальше вернемся сцены мы прошли полностью мануальный режим вот этот вот режим если вы будете заниматься обзорами более какие-то ответственные съемки или нужно много настроек изменять то этот режим больше всего подходит и вам и вот в последнее время я все-таки пользовался чаще всего данным режимом потому что здесь больше всего настроек смотрим что из настроек здесь есть здесь есть фокус можно выбрать автоматический либо же ручной фокус в ручном фокусе есть помощник то есть фокус пикинг например есть у нас аккумулятор и есть камера сейчас я так покажу чтобы вам было виднее и мы настраиваем фокус вот как вы видите синим обозначаются те рамки которые находятся в фокусе то есть чтобы вы не присматривались это называется фокус пикинг чтобы вы не присматривались к экрану резко или нет потому что на таком экране можно ошибиться особенно те у кого плохое зрение и вы колесиком подкручиваете то есть дальний план фокусе сейчас вот ближний план немножечко оп и на дальний план больше на видео как видите синим подсвечиваются детали те которые находятся в фокусе дальше фокус давайте пока автоматически установим можно автоматически пользоваться баланс белого баланс белого что мы можем выбрать автоматический баланс белого настройки полностью настройки здесь можно выбрать настройка по белому листу это делается через меню вот выбирается вот такой вот шестеренкой облачно по освещению по лампочкам а нет я ошибаюсь вот настройка по белому листу там настройки можно менять в кельвинах если я не ошибаюсь это точно так что лучше всего если опять таки снимаете обзоры к примеру они статичные лучше всего используете настраивайте через меню по белому листу и тогда баланс белого будет правильный в данной камере небольшие все-таки особенности или может быть проблемы или особенности есть балансом белого к примеру если поменять освещение быстренько сейчас включить например теплые лампы накаливания и потом переключить на холодные люминесцентные то камера очень долго меняет баланс белого к примеру это может занимать от 10 секунд и до 40-50 секунд реально это очень долго иногда бывает быстро иногда очень долго от чего это зависит я сказать вам не могу но это такая вот особенность либо же проблема данной камеры прошивка я так скажу сразу здесь установлена последняя давно не выходила прошивок на нее я обновлял за все время только один раз то есть Panasonic считает что все работает хорошо то что можно прошивками исправить они исправили давайте установим автоматические ну как вы видите автобаланс белого и сейчас не сильно правильный вот если переключить на облачно и потом на автоматический то не сразу камера не так быстро и выравнивает его но смотрите где-то секунд 5 сейчас прошло чтобы выровняться это немножечко не идеально как я выставил здесь по белому листу я выставил по белому листу на если делаешь обзор к примеру по белому листу выставил и делаешь уже полностью обзор у вас особо не меняется то есть стол 1 освещение одно и освещение у вас не меняется поэтому можно использовать такой вот вариант с балансом белого далее шаттер шаттер это скорость затвора то есть выдержка к примеру минимальное это 1 сотая почему 1 сотая да потому что у вас к примеру минимальное значение каким образом просчитывается просчитывается оно таким образом оно должно равняться двум то есть умножено на два от количества кадров камера снимает 50 кадров в секунду естественно затвор должен быть минимальный 1 сотая ну и не то чтобы минимальный а рекомендуемое это как раз есть 1 сотая ну и дальше вы можете увеличивать чем больше вы точнее чем больше здесь значение естественно тем меньше выдержка естественно становится тем темнее ну и меньше вариант размазывания кадра если больше меньше выдержка но больше значения ну в идеале это всегда 1 сотая или же если 60 кадров 1 120 айрис это диафрагма диафрагма если хотите по максимуму чтобы попадало света было светлее по максимуму здесь нужно ее открывать и шаттер по максимуму если хотите чтобы попадал свет по максимуму ее выставлять 1 сотая 1 120 чем больше закрываете тем темнее кадр по диафрагме она не знаю почему здесь в децибелах измеряется и как вы видите вот мы больше ее добавляем а нет прошу прошу прощения это чувствительность мы добавляем чувствительность это айсо добавляем чувствительность и здесь меняется сама чувствительность давайте я установлю сюда powerbank сюда вот так для общего понятия ну и меняем к нулю либо же дальше это смотрите мы возвращаемся к нулю здесь диафрагма open это и чувствительность и диафрагма совмещенной вот вернули к нулю если хотим еще меньше здесь мы уже пошли закрывать диафрагму то есть как мы помните у нас минимальная 1.8 здесь 2.0 и дальше мы прикрываем диафрагму 2.4 у нас кадр темнеет 2.8 3.6 и более и более и более диафрагма здесь плавающая то есть на максимальном угле у нас 1.8 при зуммировании не помню где-то там 5 или 10x она закрывается до 4 максимальная открытая 1.8 далее по настройкам это все стандартные настройки которые добавляются по желанию в самой настройке камеры ну и режим режим не спорт а замедленной съемки замедленная съемка что мы можем сделать если данная камера снимает в 50 или 60 кадров то в замедленной съемке она сможет снимать 100-120 кадров то есть есть два варианта здесь slow например мы включаем съемку она снимает зажимаем кнопку slow идет замедление бросаем кнопку slow идет обычная съемка зажимаем кнопку slow идет замедленная съемка таким образом здесь можно сделать до трех таких вот замедленных съемок в одном видеоролике если вы хотите сделать больше то можно в настройках переключить для того чтобы камера постоянно снимала в режиме 120 кадров в секунду вот такой вот вариант и вам на пост обработке уже не нужно замедлять ничего дополнительно так как камера автоматически уже делает замедление ну и давайте по настройкам пройдемся данной камеры заходим меню настройка записи первое что хочется сказать если вы чего-то не знаете читайте инструкцию в текстовом виде если не хотите читать инструкцию в текстовом виде у вас всегда как я говорил есть i и нажимаем на пункт настройка максимального зума то есть здесь мы как вы видите можем установить только оптический зум интеллектуальный зум и оптический цифровой цифровой зум до 60 икс и цифровой только цифровой зум 1500 икс к примеру на вот таком цифровом зуме можно снять луну крупным планом 1500 икс кому интересно на моем втором канале сможете посмотреть видеоролик я снимал данной камерой луну снимал таймлапс данной камерой и снимал просто приближенно с 1500x может быть чуть меньше луну да еще данная камера снимает таймлапс и настройки камеры и режима зависят еще от формата записи видео к этому мы переходим в следующий пункт форматы записи видео AVCHD и MP4 iFrame многие говорят что AVCHD все-таки лучше но не знаю я между AVCHD и MP4 iFrame никакой разницы абсолютно не обнаружил и помимо этого в MP4 iFrame есть повышенный битрейт при котором более качественное видео в принципе можно записывать но об этом также немножечко позже поэтому я записываю чаще всего в MP4 iFrame вы же смотрите там в AVCHD есть некоторый дополнительный функционал по записи видео дальше режим записи опять-таки в MP4 мы можем записывать 50 мегабит это повышенный битрейт 28 мегабит кстати между 50 мегабит и 28 если особо не присматриваться даже если не особо то в принципе разницы в качестве я не вижу поэтому я практически всегда использую режим 28 мегабит MP4 также можно 720p и iFrame теперь мы изменяем AVCHD на MP4 точнее MP4 на AVCHD и смотрим режим записи здесь я камеру уже перевел в NTSC режим поэтому у меня записывает она уже 60 кадров в секунду итак если в i режиме то 1080p с разным значением качества можно записывать если в p режиме то есть progressive это interlace это progressive будет считаться 60p то есть если в AVCHD то лучше снимать вот так вот в данном качестве давайте идти далее кстати в AVCHD немножко больше возможностей съемки дальше как видите некоторые варианты в зависимости от качества съемки меняются изменяются становятся активными неактивными и дальше смотреть pre-rec pre-rec это запись за 3-5 секунд до нажатия кнопки то есть камера постоянно в следящем активном режиме и пишет ну получается практически всегда она пишет и когда вы уже нажимаете кнопку записи то она записала до этого еще где-то 3 или 5 секунд это удобно чтобы не пропустить определенную сцену к примеру вы точно не знаете секунда в секунду когда кто-то зайдет и начнет что-то рассказывать или показывать а так вы запишите даже самое основное рамки лиц это можно смотрите выбирать все основные или вообще выключены то есть когда появляется человек в кадре камера автоматически фокусируется по лицу и будет показывать рамку самого лица дальше стабилизатор гибридный лучше всего включить он использует и оптический и цифровой далее затемнение затемнение вы можете сами посмотреть появление изображения в начале и затемнение то есть если вы не редактируете я в принципе выключаю если вы видео не редактируете то в конце ролика к примеру будет затемнение то есть плавное затемнение и угасание вот здесь можно выбрать какой будет цвет черный или белый контурные линии я в принципе выставляю здесь несколько вариантов это распределение по всему дисплею для более адекватного размещения объектов в кадре ну возможно там по горизонту ориентироваться так же я в принципе ставлю вот такой дальше указатель уровня себе я включаю в обязательном порядке но если включить указатель уровня то опять-таки некоторые другие указатели пропадают такие как по громкости то есть шкала вот эта которая показывает звук я вам точно сейчас не скажу как она правильно называется указатель уровня я вам сейчас покажу вот это видите зеленая линия зеленая линия это означает что горизонт правильно не завален если вот так вот я наклоню то горизонт будет завален вы сами будете видеть что вы отклонились от горизонта хотя может быть руками вы не почувствуете даже минимальное отклонение от горизонта оно будет уже вам показывать давайте вернемся в дальнейшее меню так следующее AGS AGS это функция автоматического выключения ну это больше для домашнего использования к примеру вы включили запись и забыли выключить камеру опустили ее вниз идете машете руками она у вас дальше пишет и когда камера понимает что это все камера опущена вниз перед ней все мелькает она автоматически выключает чтобы не садить батарею и не использовать память вашей карты памяти компенсация контурного света это некоторые так скажем производная от HDR хороший пример как я вам говорил это съемка против света вы стоите напротив окна из окна идет свет а когда из окна идет свет то естественно будет пересвет в окне ну точнее будет больше определяться экспозиция на окно но лицо будет темным либо же вообще вы его не увидите естественно камера будет повышать экспозицию в плюс и будет пересвечено окно но ваше лицо будет досвечено нормально подсвечено дальше подсветка видео это включение данного фонаря как я сказал в полной темноте можно использовать но я его практически не использую направлено съемки это некоторые советы по достижении каких-то лучших результатов настройка широкоугольного объектива сюда можно подключать широкоугольные объективы и вот это автоматическая подстройка звук выбора сцены сцену можно выбрать автоматически автоматически либо в зависимости от пример использования где вы будете что снимать и использовать я всегда устанавливаю авто здесь можно выбрать режим двухканальный и 5-канальный 5-канальный доступен только в режиме AVCHD, двухканальный, MP4 и AVCHD. Я всегда использую двухканальный. Установка микрофона, стереомикрофон, то есть микрофон ловит все окружающее, либо же зум-микрофон. Больше предназначен, наверное, таки для речи, для лекторов, лекций. Естественно, при зуммировании видео, при зуммировании вот этим масштабированием, при самой съемке, естественно, зуммируется и, так скажем, микрофон. То есть звук, находящегося там за 10 метров человека, будет лучше улавливать, если вы будете зумировать и снимать дальнего человека. Ну или стереомикрофон. Если все находится близко, можно выбирать стереомикрофон, улавливание полностью шумов в данной комнате или помещении, или же на улице. Ну и уровни микрофона можно установить автоматически, можно установить самому вручную. Вот видите, здесь диаграммы или графики есть, как мы разговариваем. Если сейчас у нас нет, не доходит до красного, мы можем добавлять, либо же убавлять. Если мы, вот когда сильно воздействуем на микрофоны, оно добегает до красного. Или же мы, наоборот, можем увеличить, чтобы, да, видите, так больше плюс 12. Ну, выставляйте, если вручную, если сильно заморачиваетесь со звуком, тогда выставляйте вручную. Если ничего серьезного, то выставляйте автоматически и не заморачивайтесь. Либо вообще установку выключаем, и все. Я чаще всего использую автоматически. Данная камера, я так скажу, очень-то хорошо работает автоматическая регулировка звука. Нет больших перенагрузок на микрофон и нормальную громкость выдают. Что по фото, ну, я не знаю, размер изображения здесь либо 12 мегапикселей, либо 2 мегапикселя. Фото выходит, ну, так, на скорую руку, и, знаете, лишь бы было, лучше все равно смартфоном фотографировать вполне адекватно. Ну, по настройке здесь, что по дисплею, сколько он будет подсвечиваться. А, это не дисплей, а информация по самому дисплею, то есть дополнительная информация. 5 секунд или вообще полностью включена. Установка часов времени, даты, стиль даты, дисплей. Некоторые, опять-таки, отображения, фиксация, что есть у нас на дисплее. Здесь стабилизация, внешний дисплей, но здесь, в принципе, ничего особого нет. Звук здесь выключается, потом значки, которые будут отображаться, яркость дисплея. ТВ-формат, восстановление стандартных настроек. Также здесь отформатирование карты памяти. Состояние памяти можно посмотреть. Вот, кстати, на 64-гиговую флешку в формате Full HD 60 кадров в секунду влазит 5,5 часов. Ну, и режим демо и программное обеспечение. Выход. Давайте еще посмотрим теперь режимы. Режим у нас появился. Эффект миниатюры. То есть, это более красочный такой вот режим. Эффект придает размытость периферийного участкам для создания ощущения диорамы. Ну, давайте я так скажу. Из тех, которые я здесь использую, я использую пленка 8-мм, типа черно-белая, потом черно-белая немойки, но и я использую здесь замедленную съемку. Это единственный режим, из которых здесь можно использовать. Он продуман удобно и можно снимать очень долго. Данным режимом смотрите, вот и что мы можем видеть. Ну, во-первых, съемка по завершению будет полностью в Full HD, не больше, не будет 4K, а в Full HD. И камера как бы из видео делает, из фото делает видео. И разница, ну, очень-то, так скажем, большая. Здесь замедленная съемка 1 секунда, и следующий пункт идет 10. Между 1 и 10 секундами здесь не помешало бы вставить 2, 3, 5, но сразу идет 10. То есть, либо очень маленький промежуток, либо уже большой идет. 10, 30, 1 минута и 2 минуты. То есть, можно выставлять, к примеру, кто-то хочет снимать, как расцветают цветы, например, то здесь можно выставлять 1 или 2 минуты и на целые сутки, то есть, на целый световой день устанавливать, как они расцветают и как они, наоборот, просыпаются и ложатся спать. Ну, вот таким вот образом зажимаем, нажимаем вот, и у нас идет съемка. В принципе, здесь мы вручную можем устанавливать, что, как и где. Все, съемочка пошла. И, как вы видите, здесь будет идти время. Время будет идти реальное, которое потом камера уже при склеивании всех кадров будет отображаться. Естественно, как вы видите, мы включили уже здесь секунд 5, либо же 10 прошло, а у нас все по нулям. Время, конечно, подвинется, когда отснимет 1 секунду. 1 секунду оно отснимет где-то спустя 1 минуту. Ну, вот, как вы видите, прошла 1 секунда. Ладно, это мы откладываем и возвращаемся назад. Итак, после того, как мы рассмотрели основной функционал данной камеры, сейчас я вам расскажу плюсы и минусы, которые я нашел, или я посчитал правильным, или я так думаю, что они действительно плюсы являются плюсом и минусом. Так, плюсы – это информация на экране. Здесь мы можем сразу увидеть, сколько времени записывает наша камера. Кстати, надо. В настройках можно изменить. Вот дисплей 5 секунд и постоянно включены лучше. Насколько хватит батареи, насколько хватит места нашей карты памяти. Формат, уровень есть, стабилизация включена или не включена. То есть дисплей информативный. Далее, размер дисплея 3 дюйма. В более бюджетных камерах он 2, 2,4, 2,8, здесь 3. В принципе, очень неплохой дисплей. Ну и по цветам тоже, в принципе, по нем можно ориентироваться. Дальше, Wi-Fi или удаленное управление. Отличный вариант поиграться. И при съемке самого себя, в принципе, тоже удобно. Ну и сразу одновременно можно стримить с помощью данной функции. Помимо этого всего можно использовать как радионянию. То есть установить у ребенка, можно сразу просматривать и прослушивать. Батарея. Родная батарея, ну не является особым плюсом или минусом. Данной батареи хватает где-то полтора часа. Ну даже не полтора часа, я бы сказал полностью заряженной новой батареи. Хватает где-то час пятьдесят, два десять. Шнуры зарядки можно купить. Я купил себе помимо комплектного, потому что, ну мало ли что бывает, где-то перетерся, где-то переломался. Можно купить отдельно шнур. Вполне реально. USB вот такой от ней пальчиковый. Ну или четырехмиллиметровый, я не помню точно здесь разъем. Он распространен, его купить можно. Опять-таки ссылочку я оставлю в описании. И также нужно обращать внимание на то, что покупать нормальный шнур с нормальным пропускной способностью. Потому что не все кабеля можно использовать для полноценной зарядки. Есть кабеля, которые имеют слабую пропускную способность. И камера будет быстрее разряжаться, чем заряжаться. При всем прочем, при его камерой аналоги, при конкурентах, камера снимает все-таки же в плохом освещении ночью хорошо. Здесь матрица используется больше, чем в аналогичных от Sony. Поэтому ночная съемка больше, точнее лучше дается данной камере, нежели конкурентам от Sony. Ну и в данной ценовой категории все-таки с размером матрицы, с таким размером матрицы, это практически единственная камера, которая дешевле, но дешевле остальных, но с таким вот большим, как для камеры, размером матрицы. Большим плюсом также является, как я сказал, что есть резьба под фильтры и бленды. Там есть и некоторые минусы про бленды. Немножко позже я вам все-таки расскажу. То есть любые фильтры там, затемняющие можно покупать, можно разные цвета покупать. То есть CPL, UV фильтры, ну то есть ультрафиолетовые и поляризационные фильтры также можно сюда устанавливать без проблем. Кстати, также хочу сказать, что достаточно хорошо спасает вот этот вот фильтр от падений. К примеру, если будет у вас камера падать вот таким вот образом, то первое, куда она ударится, вот об этот металлический ободок. И он не даст, ну во-первых, на ровную поверхность не даст побиться стеклу, а второе, не даст ничему другому разбиться, поцарапаться и тому подобное. Есть такая вот особенность, я не знаю, можно назвать это плюсом или минусом. Когда подключаем камеру к зарядке или же к пауэрбанку, что тоже является плюсом, она не заряжается. То есть когда камера включена, когда камера активна и подключена к зарядке, она не идет, на нее не идет зарядка. А то есть работает полностью от источника питания. Я сейчас вам покажу на примере пауэрбанка, также покажу, сколько она берет в режиме ожидания, сколько она берет в режиме записи. Пауэрбанк я использую вот такой вот маленький Xiaomi на 10 000 мАч. Хватает, ну, чуть ли не на 10 часов съемки. Очень долго хватает. Давайте подключим. Итак, подключили. Смотрите, сразу у нас из камеры пропадает индикатор батареи. Естественно, заряд у нас не идет и не разряжается. В режиме ожидания камера берет 5 Вольт 0,73, 0,75, 0,77 Ампера. В режиме ожидания, в режиме записи. Запись пошла и ничем, в принципе, не отличается. Это точно так же 5 Вольт 0,77. Ну, будем считать 0,8 Ампер берет данная камера. Это очень хороший показатель 0,82, но с таким вот показателем надолго будет хватать. Ну, если может задействовать стаб, ну, 0,85 максимум, что получается. Если же отключить камеру, давайте отключим камеру и посмотрим, сколько будет брать при зарядке. При зарядке камера берет 1,15 Ампер. Тоже так немного, но, как вы видите, лучше использовать 1,5 Ампер или 2 Ампер зарядное устройство. Либо же пауэрбанк, который сможет выдать данные характеристики. Данный пауэрбанк до 2 Амперов сможет выдавать. Он компактный, металлический. Xiaomi, если кто не знает. Ну, ссылочку на него также оставлю в описании. Опять-таки, если я что-то забыл на что-то из указанного или что-то вас интересует, пишите в комментарии. Добавлю, доделаю все, что обещал. Дальше. Плюсом, конечно, является то, что есть горячий башмак. Не у всех камерах данной ценовой категории непрофессиональных или полупрофессиональных присутствует данная функция. Продолжение следует... Продолжение следует... Также очень хорошо поступили инженеры и маркетологи Panasonic, что множество аксессуаров, большинство аксессуаров совместимо с предыдущими моделями и с последующими. К примеру, множество аксессуаров, которые предназначены к старшим моделям 870, VX870, 970 подходят и на данную камеру. Из предыдущих, если у вас была старая камера Panasonic, в большинстве случаев, что подойдут и кабеля, и зарядные устройства, и батареи к данной камере. По поводу батареи. Я покупал вот такую дополнительную батарею. Сейчас покажу, как она будет выглядеть, как подключается. Вот она батарея. Емкость ее модель, как вы видите, VBT380, емкость 3900 мАч. Ну, емкость немножечко завышенная, китайцы, конечно, немножко нам приврали, но она относительно правдивая, и разница там не такая уж и большая между реальностью и заявленной мы. Итак, да, она сейчас не полностью заряжена и показывает, ну, я давно этой батареей, эту батарею не заряжал, и она показывает, еще и снимал на ней, и она показывает час 47. По опыту, я так скажу, ее хватает где-то на 3,5-4 часа. Это в среднем, и это примерно так где-то и пишет. Ну, мне, в принципе, хватает полностью забить 32-гиговую карту, и еще остается. В принципе, знаете, что даже хватает на свадебный вечер, на банкет вот этой и вот этой вот батареи. Вполне с головой. Пауэрбанк, конечно, всегда беру с собой. Если кто просит что-то просто вот тупо заснять, поливать, то, в принципе, вполне возможно. Также покупал на Алиэкспресс вот эту вот батарею. В последнее время я только ею пользовался. Вот эту вот брал как запасную, и если я дома, то, естественно, отложил ее отдельно, она лежала. В комплекте с данной батареей есть обзор на это, посмотрите у меня на канале, поищите. Есть в комплекте вот такое вот зарядное устройство шло, но это не к ней, я просто не знаю, где оно. Я практически никогда им не пользуюсь. Такое и автомобильное зарядное устройство было в комплекте с данной батареей. Батарея данная стоит там по сравнению с оригиналом вообще, вот, вы знаете, копейки. По сравнению с вот этой можно купить, не знаю, где-то 3 или 4 вот таких вот усиленных, либо же одну вот такую вот оригинальную. По поводу оптического стабилизатора в данной камере он присутствует. Здесь гибридный и оптический, и программный, то есть цифровой. Работает он хорошо при ходьбе, в принципе, ну, шаги видно, но вполне адекватно, я так скажу, работает. И опять-таки небольшой камень в огород Panasonic в Sony, в той же 625-й, либо 620-й CX, стаб все-таки работает, отрабатывает немножечко лучше. Незначительно, но лучше. Но, в принципе, я так скажу, работает стабилизатор и в данной камере неплохо. Итак, оцениваем стабилизацию, иду средне-быстрым шагом. Смотрите, как работает стаб. Насколько он адекватен. Ну, сейчас попробуем еще, конечно, пробежаться, но я думаю, вряд ли, кто будет сильно бегать с данной камерой. А так, по ходу, если просто обычным шагом идти, то, в принципе, я думаю, будет вполне адекватный стаб. А теперь пробежка со стабом. По поводу уровня горизонта, к примеру, как работает выравнивание. Нажимаем вот эту вот кнопку выравнивания горизонта, о которой я вам и говорил. Нажимаем раз, и у нас горизонт автоматически теперь будет выравниваться. Вот значок, вот сюда он показывает. Если мы наклоняем камеру, то горизонт немножечко выравнивается сам. Если мы наклоняем еще сильнее, тогда горизонт сильно не выравняется. Хотим еще более жесткое выравнивание. Нажимаем еще раз. Но, опять-таки, как я и сказал, здесь значок S. Сейчас появляется кадр, немножко становится меньше. И, как мы видим, наклоняем, и горизонт сильно не заваливается. Вот уже, когда наклонили значительно, то горизонт, видно, немножечко упал. Я, в принципе, этим не пользуюсь. Пользуюсь только вот таким вот уровнем. Самое плохое, что может быть, то, что, когда зажимаем выравнивание горизонта, нажимаем, то уровень пропадает. Плохо, что нельзя одновременно. То есть, ты видишь, что горизонт завален, и ты сам поправляешь. Если ты не заметил, тогда поправляет тебя камера. Ну, вот такой вот вариант невозможно. Ну, и так, для себя я, в принципе, небольшой еще плюс отметил, то, что при записи, если недоступен экран или не видно, вот, к примеру, сверху снимаешь, то здесь присутствует, его сейчас не видно, индикатор записи, когда на карту что-то записывается. А вот, наверное, видно будет, все-таки должно быть видно. То ты можешь видеть, что запись идет, есть индикатор здесь, и, ну, есть индикатор здесь. Теперь давайте пройдемся по минусам данной камеры. Минусы, ну, минусы частично уже звучали в этом видео, и первым из минусов я хотел бы отметить резистивный экран. Опять-таки, нужно прилагать усилия для того, чтобы выбрать какой-то функционал, и не всегда получается нажимать, к примеру, пальцами. Если это какой-нибудь мелкий элемент в настройках, то стараешься нажать ногтем. Это не так, в принципе, и удобно. Дальше. Мелкие индикаторы записи. Ну, к примеру, смотрите, вот пошла запись, и индикатор относительно мелкий само записи и самого времени, самого времени записи. Например, если у человека плохое зрение или не очень хорошее зрение, или камера находится достаточно далеко, вот тогда плохо видно и не очень-то хорошо и заметно, когда идет запись. Опять-таки, сравню с Sony. В Sony там достаточно крупный индикатор, и его не заметить сложно. По поводу бленды. Бленды нет в комплекте. Во всех младших моделях бленда не идет в комплекте, но она при съемке летом, при солнечной погоде, при бликах очень-очень нужна, и она помогает, реально помогает в таких вот съемках дома, в помещении, в редких случаях она нужна, но при съемке на улице она нужна. В камерах старше, которые снимают 4К, VX870, 970 и старше бленда идет в комплекте. Бленда идет в комплекте хорошая, фирменная, панасониковская, и такую найти практически нереально. К примеру, именно родную найти нереально, не, вполне, в принципе, реально. В представительстве Panasonic ответили, что нет отдельно, не продаются, ни у них, ни в каких-либо магазинах, я спрашивал по своей стране, нету. Бленды такой, или такой, как оригинальный, или оригинальный на китайских сайтах точно так же нет. Единственное, это надежда, что кто-то потерял, разбил камеру, осталось бленда, вы можете купить по типу, Авито или ОЛИКС БУшную. И второй вариант, это то, что лично я находил на ebay бленду от, опять-таки, старшей модели, она подходит и на младшую, они внешне и креплением ничем не отличаются, но стоимость той бленды, конечно, оставляет желать лучшего. она оригинальная, но она дорогая. Поэтому, по этой причине, я ее и не купил. Итак, на Алиэкспресс в Китае можно купить бленду, здесь же то диаметр, в принципе, 49 миллиметров, доступный, такой, как у большинства камер, то можно бы купить. Я и покупал, и я покупал где-то 5 или 6 разных бленд. И пластиковые, и пластиковые широкоугольные, пластиковые обычные, пластиковые лепестковые, резиновые, удлиняющие, укорачивающие. И все эти бленды я покупал, и ни одна не подошла. Почему не подошла? Она накручивается, становится все, но на широком угле, вот здесь вот, здесь и здесь, будет полностью закрыто, ну или не полностью, в некоторых частично, в некоторых полностью темные углы. Если прозумировать хотя бы до 1,5, там до 2, то никакого затемнения нет, виньетки нет, тогда можно использовать. Но угол в Panasonic и так не очень-то широкий, если мы еще прозумируем, то угол вообще узкий становится. Поэтому нецелесообразно использование данных бленд. Покупал широкоугольные бленды несколько, они меньше, конечно, выглядывают отсюда. Если камера стабильно стоит на штативе, ее не трогать, там, ну, буквально миллиметры цепляет, это не так страшно, можно будет еще даже и в редакторе, обрезать, либо чуть-чуть прозумировать. Но, если стоит только на штативе, то, в принципе, реально снимать. Если использовать, вот будете немножечко крутить, здесь используется стабилизатор и двигается сама линза. Когда линза сама двигается, при этом она цепляет очень большой кусок угла, когда установлен широкоугольный, широкоугольная бленда, и тогда сильно становится заметно. Если не широкоугольная, то вообще там закрывает чуть ли не вот такую часть кадра при движении. Так что с блендами вот такая вот большая проблема. Либо не купишь, я много перебрал, либо покупать только оригинальную, только дорогую на ebay. Но она действительно дорогая, и если вам она действительно нужна, только тогда и покупать, а не так, чтобы просто попробовать. Также я бы сказал, минусом является то, что при разных режимах съемки в MP4 или AVCHD не вся и не одинаково выводится информация на дисплей. К примеру, в MP4 нет индикатора громкости. Когда в AVCHD мы снимаем, и при некоторых настройках микрофона здесь выводится индикатор громкости микрофона. Если мы переключаемся в MP4, этого индикатора нет. И сейчас я по-быстрому вам не вспомню, не скажу, но вот так вот по меню, по настройкам, по некоторым часто бывает то, что при включении определенного формата записи некоторые настройки не активны. Также минусом, я не знаю, минусом, не минусом, но многие обращают внимание на то, что когда камера выключена, в ней что-то ходит и болтается внутри. Это работа стабилизатора. При выключенном режиме он жестко не паркуется, и это ходит внутри стабилизатора. Здесь нет ничего страшного. За все время использования я и камеру переносил, носил в рюкзаке, ничего от этого не испортилось. И это даже все указано в инструкции, что при ношении, при движении, при выключенной камере может что-то болтаться. Когда камера включена, естественно, он активируется, он становится в активном режиме, и никакого движения, ничего здесь не болтается. Просто-напросто при выключении жестко не фиксируется сам стабилизатор. Также не понравилось то, что при широком угле, при максимально широком угле, края сильно замыливаются. Если мы делаем зум, опять-таки, где-то до 2х, до 1,5х, то камера менее размывает углы. Да, размытие углов это практически у всех камерах, но, к примеру, в нынешний Panasonic, но она, конечно, и дороже, углы размываются по минимуму по сравнению с данной камерой. Но, опять-таки, по вспышке, как я и сказал, можно посчитать минусом то, что когда установлен светофильтр, то у нас отражение, идет отражение, когда используется вспышка. Кто пользуется, для некоторых людей будет минусом. Я пробовал использовать и просто дальше не использую ее. Просто попросту она мне не нужна. Также по поводу по общему качеству записи, по цветам, по передаче, по деталям, хочу сказать, в принципе, знаете, по 5-бальной шкале это четверочка. Если не всматриваться, не сравнивать с другими камерами, фотоаппаратами, то качество записи довольно-таки неплохое. Для домашней съемки однозначно подойдет, но когда смотришь аналогичные решения, либо сравниваешь с другими камерами, понимаешь, что эта камера, ну, в некоторых случаях проигрывает. По сравнению с Sony, ну, не знаю, мне по Sony, к примеру, видео нравится больше, потому что оно резче, немножко резче, и цвета, ну, я бы сказал, немного насыщеннее в Sony, чем в Panasonic. В Panasonic, как бы, честно сказал бы, не хватает резкости и не хватает более насыщенных цветов. Все это можно компенсировать в ручных настройках, но не все будут снимать при ручных настройках. Здесь в ручных настройках можно настроить, нет, здесь через меню можно настроить почти все, что вам нужно. Это и резкость, это и цвета, Итак, смотрите, вот регулировка снимка. Я здесь выставил для более или менее адекватного восприятия и сразу после того, как мы используем на камере, резкость выставил плюс 2, цвет выставил плюс 2 и настройка баланса белого. Ну, смотрите, здесь можно автоматически настроить, ну, не автоматически, можно вот таким вот образом, но я настроил по листу бумаги. И вот после таких вот настройок картинка более или менее приемлемой становится. Изначально сырая мне не сильно она и понравилась, честно говоря, не сильно она нравится, хотя изначально снимал так. Если же вы снимаете просто в автоматическом режиме, но вам не нравится картинка и будете далее заниматься постобработкой, я бы сказал так, что после съемки накручиваете чуть-чуть, буквально чуть-чуть резкость и чуть-чуть больше накручиваете контраст. Тогда картинка становится резче и как бы вот эта вот белая пелена снимается с общей картины и тогда более смотрибельно получается само видео. Опять-таки сравнивая с другими аналогами видео, зачастую по картинке мне как бы не сильно нравится, иногда проигрывает. По поводу широкого угла. Ну, здесь хоть и написано, что здесь wide, широкий угол, да, вот как вы видите, но здесь он не такой уж и широкий. К примеру, у меня было до этого камера Panasonic CX 200, кажется, ну, одна из самых простых, которая снимает Full HD 50 кадров в секунду. Так вот там даже не писали, что угол широкий, но он там действительно широкий шире, чем на этой камере. Потом я купил данную камеру, угол стал уже. Мне неудобно, конечно, это было, но со временем привык. В чем мое неудобство? Заключалось в том, что вот штатив нужно поднимать очень высоко, ну, благо, что в видеокамере поворотный откидной дисплей, здесь это уже, в принципе, хорошо. Но мне нравилось то, что камера очень высоко на штативе, нужно было поднимать. Потом купил я следующую камеру Panasonic фото-видео камеру G80, и там угол реально шире, чем в данной камере. Ну, это просто-напросто удобнее, и больше деталей влазит в кадр. К примеру, если вы занимаетесь какой-нибудь, ну, домашней съемкой, может, коммерческой съемкой, переходники, я думаю, вряд ли вы будете покупать, потому что я не наблюдал так в общем доступе их широкоугольных. А так, в принципе, очень маловато деталей, на широком угле влазит в данную камеру. Для себя также я отметил это как минус. Также по широкоугольному объективу имейте это в виду, когда, если берете камеру для съемки влогов. Если вы поворачиваете камеру на себя, то, естественно, вам нужно будет вытаскивать, точнее, вытягивать руку по максимуму, чтобы больше влазило вас не само лицо, а еще какие-то части тела и на заднем плане какие-то кадры, либо же использовать селфи-палку. Так что имейте в виду, когда или если будете брать камеру для съемки влогов. Ну и минутку о том, как будет слышно и как будет видно, если будешь идти снимать саму себя. Как вы видите, вот сейчас полностью на вытянутой руке у меня камера и угла, я бы сказал, все-таки немножко не хватает. Можно было и пошире. Кстати, ну, в Panasonic, в моей новой фото-видеокамере, там угол пошире, значительно пошире, и это реально заметно. А вот в этой камере, естественно, он уже, хотя и написано 29,5 мм wide, то есть широкий угол, но не такой уж он и широкий. Ну и, кстати, в старой камере Sony у меня угол немножечко все-таки пошире, этим она мне нравилась больше. Качество видео оценивайте, стоит сейчас на автомате без доп. настроек, чтобы не заморачиваться, а также звук, также он стоит на автомате, пишется автоматически, ну и сами там, да, в принципе, смотрите, что, да как, и по уровню, по качеству звучания, если вы будете снимать сами себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Ну и, как я сказал, там по поводу микрофона. Если будете использовать встроенный микрофон для речи, ну не очень-то хорошо подходит, я вам так скажу, даже с выбранными профилями, даже с зум микрофоном не очень хорошо. Лучше направленный использовать микрофон. Я чаще всего, если для обзоров, использовал петличку с петличкой и с авторегулировкой. Кстати, здесь хорошая. Можно использовать авторегулировку с петличкой. Хороший звук получается. И с Rode Video Micro. Маленький микрофон с пушистиком, без дополнительного какого-либо питания. Также хорошо работает с данной камерой. То есть, если для записи влогов, если есть место, где, куда и что нести и брать, тогда можно использовать тот микрофон. С ним звук становится все-таки лучше. Там более направленный, более лучший звук получается. Ну и как я сказал по конкурентам, то нормальных конкурентов данной камеры с такой ценовой категорией и с данными характеристиками нет. Попросту нет. То есть, те минусы, которые здесь присутствуют, просто-напросто либо меритесь, с данными минусами, либо переплачиваете чуть ли не в два раза, чтобы исключить некоторые минусы. Ну, возможно, даже и все минусы, которые я здесь перечислил. В данной ценовой категории, опять-таки, конкурентов нет. По соотношению, характеристике, цена, работа. В общем, из конкурентов хотел бы отметить, это аналогов Sony CX620 и 625. Но там все-таки меньше матрица. Немножко хуже снимает в темных участках. Немножко хуже размывает задний план. Немножко дороже, а это именно 70-100 долларов. И практически нет или достаточно мало ручных настроек. Здесь ручных настроек в камере сколько, что, ну, просто обилие. Можно настроить очень много всего и ручными настройками довести до, ну, практически до идеала, что может данная камера, картинку и съемку видео. Вот поэтому, почему выбираю я данную камеру, почему выбирать многие данную камеру, потому что за данную цену 400-450 долларов вы получаете отличную камеру с хорошими характеристиками, возможностями и приемлемой картинкой. Вот почему все покупают, все выбирают данную камеру. Если хотите же 4К, там есть VX870, VX970, это старая модель, ее сейчас уже практически нет в продаже. И следующая VX970, либо VX980, точно не помню уже. Это более новая модель по съемке с 4К, в основном добавлено это основное преимущество той камеры 4К, 30 FPS, та камера снимает. Ну, конечно, картинка все-таки получается получше, почетче и, я бы сказал, даже немножко, ну, по первому впечатлению, по цветам немножко выигрывает. Все остальное идентичное и одинаковое. Ну, и опять-таки, общий вывод по данной камере. Ну, данная камера или данной камерой я пользовался полтора года и не собираюсь ее выбрасывать и буду дальше пользоваться, потому что многим она мне устраивает и многим она мне нравится. Также хочу сказать, если вы нацелились покупать данную камеру и у вас нет суммы где-то в два раза больше, то покупайте и не заморачивайтесь ни о чем. Камера на эти деньги просто прекрасная. И опять-таки, если бы кто меня спросил, взял бы я эту камеру или немножко дороже Sony C620, C625, я бы взял без раздумия Panasonic, ну, потому что есть дополнительный функционал, некоторые дополнительные возможности, и, естественно, она дешевле. Если же есть возможность доплатить и значительно доплатить, то уже смотреть в сторону Panasonic Lumix G7, G80, GH5 и такого вот формата, но это же фото-видеокамера. Если же вам нужна видеокамера, то я думаю, это будет один из лучших выборов в V770, V760 или же V870, V970, где есть возможность съемки в 4К. По данному обзору, инструкции, мнению, у меня, в принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, пожелания, дополнения, есть опыт использования данной камеры, какие-то особенности, может, я не сказал или вы знаете, пишите об этом в комментарии под этим видео, потому что будет интересно, во-первых, и мне, может, я чего-то не знал, буду применять, что-то новое, и будет интересно всем зрителям данного ролика, будут смотреть те, кто или еще не купил и определяются с выбором, будет им полезно, или те, кто уже купили и изучает более подробно и углубленно данную камеру. Так что пишите, это будет интересно многим. Ну, а как я сказал, что по данному видео у меня все. Все ссылки на вот эти вот помогательные товары, на зарядки, аккумуляторы, пауэрбанки, шнурки, бленды, я оставлю в описании под данным роликом. Если что-то вдруг забыл, пишите мне, буду исправляться и добавлять. Всем, кому данный ролик понравился, либо был полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь данным роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим тем, кто купил или будет покупать данную камеру, он может быть полезен. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока! Всем привет! Тестовая запись видео на фотоаппарат Panasonic G80, который находится вот в этой стороне, здесь. И тестовая запись на видеокамеру, которая Panasonic V770, HC-V770 с этой, видеокамера V770 здесь, фотокамера, которая снимает видео, Panasonic G80 с этой стороны. Ну и оценивайте картинку, итак, Panasonic G80, вот этот вот, с настройки все по дефолту, то есть картинка не менялась, только баланс белого изменялся, ну и то я могу сказать, что выставлялся он не на эту локацию, но вполне, что освещение такое же, может быть, подойдет. И также на Panasonic G80, Panasonic V770, здесь изменялись настройки, насыщенности изменялись настройки, и изменялись настройки резкости, чтобы придать хоть какую-нибудь красоту картинке на видеокамере. Ну и оценивайте качество записи, смотрите, в принципе, сами, что вышло. Я еще сам сравнение этих двух камер в притык не смотрел, но знаю точно, что разница есть. Всем привет! Тестовая запись видео на фотоаппарат Panasonic G80, который находится вот в этой стороне, здесь, и тестовая запись на видеокамеру, которая Panasonic V770, HCV770, с этой. Видеокамера V770 здесь, фотокамера, которая снимает видео, Panasonic G80 с этой стороны. Всем привет! Тестовая запись видео на фотоаппарат Panasonic G80, который находится вот в этой стороне, здесь, и тестовая запись на видеокамеру, которая Panasonic V770, HCV770, с этой. Видеокамера V770 здесь, фотокамера, которая снимает видео, Panasonic G80 с этой стороны. Подписывайтесь на FlatDrop OURН. Субтитры сделал DimaTorzok Ну это пример боке, который можно получить на данную камеру Опять-таки это достигается у меня сейчас ручным режимом, ручным фокусом Благо здесь есть все-таки фокус пикинг И приближением, сильным приближением Если не приближать, то давайте посмотрим, какой боке можно получить так Вот смотрите, также без приближения, какой боке мы сейчас можем получить Если в ручных настройках, открываем по максимуму диафрагму Ну и желательно фокус мы регулируем вручную нашим колесиком Вот таким вот образом фокусируемся на переднем плане Можем перефокусироваться на задний план Вот и у нас в расфокусе оказывается наша веточка Или же обратно на нашу веточку И сделаем боке Ну и теперь посмотрим цифровой зум Оптический плюс цифровой Сейчас, как вы видите, идет пока оптический Вот 20-ти кратный оптический зум И дальше идет у нас цифровой Качество картинки, естественно, будет ухудшаться при цифровом Сейчас вот на секундочку 70-ти кратный цифровой зум И дальше пошло, и пошло, и пошло Честно скажу, просто в моем поле зрения В связи с туманностью, наверное, все-таки маленькой Нет таких удаленных объектов Которыми бы я смог увеличить все 1500 максимальный Это, кстати, максимальный 1500 кратный зум Давайте вот посмотрим туда вдаль Ну, можно на церковь Это еще был 20-ти кратный А вот пошел 160 крат, но здесь уже уловить картинку очень-очень тяжело И качество изображения, естественно, становится хуже Если хотите, давайте еще вдаль там какая-то посадочка есть Так 250 крат, ну, из-за того, что там, наверное, туман плохо все-таки видно 1500 вот это, ну, там ничего уже не поймешь максимум Если хотите увидеть один из, и то не максимальных, а из самых максимальных зумов Смотрите, у меня на канале есть видео, когда снималась луна Там и то не на максимальном И там я использовал штатив, так как уже на таком зуме Реально-нереально выдержать Вот зум больше 100 крат Да нет, вот еще относительно стабильно держит 300 крат Еще можно А вот то, что идет больше, конечно, уже нереально держать стабильно руку Так что, кому интересно более дальние зумы Смотрите видео там, где я снимал луну Есть это все на моем лайв-канале Ну, как вы видите, вот это уже больше 150 кратный зум После 100 кратного зума картинка, я бы сказал, ухудшается значительно То есть, если использовать, я думаю, вполне достаточно 20 кратного оптического зума Итак, сейчас мы смотрим тест оптического зума Заодно стабилизацию на таком расстоянии Сейчас 20 кратный оптический зум Никакого цифрового зума Картинка без зума и пошло плавно увеличиваться Двухкратный, трехкратный, четырехкратный Пяти, шести, семи, восьми, десяти, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, двадцать Двадцать, двадцати кратный зум Съемка с рук Еще и говорю, ну, вот, как вы видите Тряска, конечно, на, ну, небольшие, на вздохе Ну, плюс учитывать еще можно немножко ветер То есть, с рук при двадцатикратном зуме В принципе, еще и можно снимать с данным стабилизатором Это говорит о том, что здесь вполне адекватный и хороший стабилизатор А двадцатикратный зум, на секундочку Также достаточно неплохой Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok